Привет, мой уважаемый зритель, с вами Финни Мор. Это первый подобный случай, когда аппарат после 50-летнего путешествия в космосе возвращается домой. Если вы не знали, то аппараты серии Венера отправляли в полет попарно, то есть запускалось сразу два аппарата, которые работали синхронно. Таким образом, подстраховывая друг друга на случай выхода из строя одного из аппаратов. В далеком 1975 году удалось отправить в космос Венеру 9 и 10. Оба аппарата имели одни и те же задачи, считались в общем одной миссией. Если бы Венера 9 достигла Венеры, как было запланировано, то сейчас бы не было бы смысла снимать этот выпуск. Но случилось то, что случилось. Во время старта в двигателе произошел критический сбой, из-за чего эта станция была просто обречена вращаться на орбите Земли по очень большой траектории. После неудачного запуска Венеру 9 решили переименовать в космос 482. В 2018 году российский астроном Павел Шубин провел расчеты и пришел к выводу, что станция плавно приближается к Земле. Поэтому ориентировочно в 2024-2025 годах стоит ожидать ее падения на поверхность. Конечно, можно не верить в эти высказывания, ведь у нас скептиков вполне достаточно. Вон, еще с Луной толком не разобрались, были ли американцы там или нет, а тут Венера 9. Но все расчеты Шубина подтвердили его американские коллеги. Во время входа в атмосферу аппарат начнет разрушаться, но у аппарата есть спускаемый модуль, очень прочный, поэтому он легко выдержит удар поверхность Земли. Дело в том, что этот модуль проектировался специально для Венеры, так что для него посадка на Земле будет весьма мягкой. Большой угрозы для людей на поверхности планеты этот аппарат, скорее всего, не создаст, так как по всем предварительным расчетам он упадет в малонаселенных районах планеты. Также в нем нет никаких опасных радиоактивных элементов. Для ученых это будет подарок с небес, так как это позволит понять, как повлиял космос на столь долгое странствие аппарата, на его корпус и приборы. В общем, будет весьма интересно за ним понаблюдать. Главное, чтобы на голову никому не упал. Мира вам и процветания. Пока.